приветствую всех на канале в этом видеоролике будем клеить сюда вот уплотнитель капота автомобиль москвич 3 завода уплотнитель компота не предусмотренный потому что у многих китайских брендов в бюджетном сегменте вообще нет уплотнитель капота даже так скажу там даже в среднем сегменте не у всех они есть почему-то китай не считает нужным их ставить прошел здесь вот уплотнитель есть что вот этот вода дождь сюда не попадала а вот когда при езде чтобы вот сюда в щель между капотом и бампером здесь уплотнителя нет ну не совсем прям нету и он есть вот здесь вот вот он его вот видно уплотнитель надо ходовым огнем и вот здесь над ходовым огнем есть центр он никак не закрытый и получается в плохую погоду там дождь все как говорится у вас все летит сюда вот 4 месяца машине ну подкапотка уже такая приличная уже грязная даже вот здесь вот хорошо видно вот как скажем все прилетает вот сюда он она подкапотка в не мылась ни разу все в этом как есть сновья так начнем с того что самое что интересно здесь есть отверстие кто знает как у машин подкапотные вот эти уплотнители на капоте они таких клипсах фиксируются так вот отверстие инженерами то проектировал капот инженеры предусмотрели под уплотнитель вот здесь три отверстия вот здесь три вот здесь вот есть ну что возможно там там или так или так там как-то будет уплотнитель но завода их его не сделали вот шумоизоляцию сделали молодцы а уплотнитель капота резинку вот пожалели не стали ставить самое что интересно у меня была сначала мысля что это конкретно для когда вот под москвич делали машину для россии и не просто там удешевляли там что-то убирали там вот эту мелочевку всякую чтобы как можно меньше снизить стоимость машины но нет я зашел в официальный джаковский каталог нашел машину в китае кто не в курсе продается она не под брендом джак а под брендом это сейхол машина это как бы ну дочерка джака и модель x4 сейхол x4 вот это вот конкретно рестайлинговая версия с 22 года у них а то я зашел официальный дилерский вот этот каталог открыл а его даже там вот этого уплотнителя нету они даже для себя его не делают вообще китае как бы его просто не предусмотрено поэтому как бы первая мысль это была заказать оригинальный найти какой-то там ну и красиво сделать так как его официально даже на машине в китае нету то будем делать сами какой я взял уплотнитель капота так вот у меня тут лежит уже месяц вылеживается горизонтально потому что пришел он мне бубликом свернутый в каральку вот уплотнитель капота покупаете в любом автомагазине или на этом маркетплейсах просто забиваете там уплотнитель капота универсальный и все и берете там разных форм там круглый прямоугольный там это есть составные что как будто с несколькими этими камерами вот у меня вот вот здесь вот одно а там бывает там две или три их там что не знаю для чего ну вот я самый простой самый дешевый взял метра три что ли длина у него идет универсальный и все он мягенький там легко обжимается в лепешку что даже если где-то что-то он прижмется где-то какие-то будут неровности он это все примет все эти формы и говорится будет плотно лежать так что еще хотел сказать ссылки не просите ребята в этом все просят дайте ссылку дайте ссылку вам лень найти поездок забить просто уплотнитель капота постоянно под видео что-то если где-то что-то делаю пишут дай ссылку дай ссылку ребята блин забивайте сейчас за ссылки прилетает от налоговой за рекламу нельзя сейчас указывать ссылки если ты указываешь ссылку какую-то значит ты рекламируешь товар а это значит ты должен отчитаться перед налоговой что ты прорекламил я никого не рекламирую я купил за свои деньги сам делаю поэтому это просто универсальный уплотнитель капота все дальше ищите сами где вам удобно купать в автомагазине на маркетплейсе где хотите берите какой формы как я ничего в своих видео не рекламирую поэтому даже не просите ссылки переходим к установке сначала нужно вымерить длину какую нам надо так предположительно где-то надо будет здесь вот по идее фары то есть закрывает но есть что-то все равно хочу чтобы на фары тоже это было закрыто от этих ходовых огней прямо такая хорошая классная резинка так но это у нас примерно вот он идет сюда вот сюда значит нам надо вот отсюда вот как раз вот так вот он пойдет вот так вот приклеенный будет до само то некоторые я видел в интернете вот сюда заводят уплотнитель капота сюда вот в эти части вот сюда можете не заводить по той причине потому что вот это вот часть она более низко сюда а вот это утоплено туда уже ну к верху и здесь крыло оно тоже как бы под утоплено получается у вас уплотнитель капота он просто будет в воздухе висеть он если вы вот сюда его сделаете он до сюда даже не достанет он просто в воздухе будет висеть поэтому смысла нету вот сюда заводить его ну до сюда делать вот делаете вот прямо от угла вот он вот этот уголок это вот он крыло сюда ходовому огню подходит и вот все вот отсюда пошли и да да туда так сейчас замерю длину какая потребуется так я вот здесь вот по герметику по гермитосу капота в аккурат вымерю и все и потом по нему и буду делать отрезать точнее излишки если купите вот этот уплотнитель капота например вот нет с маркетплейса пришел он он пришел в каральку свернутый бубликом я его развернул он сворачивается поэтому лица после покупки вам сразу ну практически не получится наклеить что он форму прямую не держит так только вот где-то ножницы он откусил все все отрезаем вот так вот где-то грубо метр остался примерно два метра надо это грубо так и поэтому когда вы закажете на маркетплейсе он у вас будет этот тон бубликом поэтому купили и где-то вам его надо разложить вот у меня полежал на второй или третий день выпрямился уже нормальный стал вот у меня месяц он лежал сейчас проверю камера запись идет не идет да все идет а то бывает иногда забываешь включить или чуть отключается так теперь нужно все на сухо вытереть вот это вот место приклейки тут уже не просто на сухо вытереть мы придется так то есть я сейчас шапочку смочил промоем а то здесь грязь которая такая хорошо за 4-3 месяца уже прилипла машину и мою регулярно но здесь под капотку то все равно не вымывается тоже моешь снаружи только тут черные пятна видно вам не видно вот этот мавили ли нища и этот тут как раз эти родные подкрылки снимали там все мавилили здесь щель как раз между фарой фарой лонжероном и как раз походу брызганули сюда в черных пятнах весь его даже не буду отмывать все начисто отмыл все так теперь так это у вас срая часть сухой все протираем насухо так насухо протерли теперь обязательно обезжириваем чтобы прилип один раз и на глухо прям даже вот продавец было прямо написано предварительно поверхность очистить и обезжирить так мы обезжириваем то чем обезжиривает я уже много лет я привык обезжиривать спиртом почему спиртом во первых он не влияет на лакокрасочное покрытие никак сразу говорю не водкой спиртом что водки содержится вода и при обезжиривании у вас эти капельки будут эти сыры от водки что там вода а спирт он весь испаряется поэтому вас будет просто идеально сухая и обезжиренная поверхность и спирт не воздействует на лакокрасочное покрытие не растворяя этого ничего во первых кто отклеил сам ветровики например да на окна когда-то иногда вот у хороших брендов там идут такие салфетки специально они проспиртованы спиртом пахнут там даже написано 80 процентный спирт потом по английски основном пишут 70 процентов алкоголь грубо говоря и так всем понятно что там за 70 процентов так все пальчики теперь для пущей уверенности дополнительно это уже лично мое мнение я буду прогревать феном нагрею и капот и саму резинку прогрею чтобы как говорится вот это на тепле лучше всего прилипло это первых тоже влияет очень сильно поэтому не клейте зимой или когда холодно прохладно даже там плюс 5 плюс 10 это не очень температура для вот этого двухстороннего скотч это как минимум должна быть комнатная температура там в районе плюс 20 сейчас на улице свежо у нас хоть и лето но сейчас так пасмурно плюс 25 на улице но я все дополнительно прогрею чтобы уж наверняка чтобы потом не покупать второй раз недорого что там 400 или 500 рублей за него отдал уж не помню ну как бы не охота второй раз делать лучше один раз но по-человечащий сделать сразу не было никаких вопросов так ну сейчас все прогреваю капот сам скотч на этой и начинаем клеить фен прикольный во первых на канале есть обзор на него простой без регулировок температур просто два положения по прохладнее и погорячее феном не перегрейте тоже это прям сильно можно испортить фен он греет температура очень высокая поэтому может и герметик поплыть и лак поплыть поэтому тут надо осторожненько так все нагрел и все чуть-чуть теплый стал мне не обычно холодное железо температура встала особо он не горячий был просто теплый и все так и теперь греем резинку еще не резинку вот это двухсторонний скотч он там быстро будет нагреваться о горяченький становится много то и не надо а а и а и и и и Так, по пальцам воздух направил. Так, ну и всё, ещё раз здесь пробегусь, так, зацепилось. Всё, и теперь клеем, не сразу её всё отдираем, а вот чуть-чуть делаем и в сторону, в заворот. Вот так вот, удобную вам. И прикладываем, как я отмерял, прям от герметика. Всё. А дальше всё просто. Вот так вот, по чуть-чуть оттягиваете и клеите его, прижимая вдоль. Так у вас, во-первых, и пыль не попадёт на этот, кто вам, на скотч. Когда у вас он весь будет снят, если вдруг. И так вот удобно очень, по чуть-чуть просто клеится. Вообще, если погода хорошая, то можно и на улице. Ну, на улице не забывайте, там ветерок может, пыль прилететь. Поэтому придётся вот так же тоже аккуратненько всё делать. Наверное, классно в жаркую погоду его будет клеить. Если вот у кого гаражей нету, приехать в жаркую погоду, когда капот нагретый и от мотора температура нагретая, всё горячее. Как говорится, уплотнитель, он полежал на солнышке, положили его, это если фен не нужен вам. Ну, у вас фена нету, например, на улице, где вы его подключите? У всех же, наверное, аккумуляторные фены-то есть. Ну, всё. И по факту вот он, замена фена. Улица вам нагрела и резинку, и этот кто он? Чуть-чуть, маленько волнами сделал, но ничего страшного. Хендмейд, не заводской же. И всё, и вам температура солнышко нагрела и капот, и резинку. И всё, и аккуратненько обезжирили и наклеили. В хорошую погоду это можно и на улице сделать. Так, уже чуть подостыло. Здесь в конце прогрею, чтобы уж конец хорошо схватился. Мерил, мерил аккуратно, а всё равно промазал. Чуть-чуть длиннее получилось. Где-то сантиметра на два, хотя вроде ровно отмерял. Так, ну и всё. Вот и всё, уплотнитель. Теперь его весь прожимаем аккуратно, чтобы хорошенько проклеился. При наклейке вот этого двухстороннего скотча, ну вообще вот любых элементов с двухсторонним скотчем, самое главное, то оно первоначальное, хорошо обезжиренное, чтобы было не холодным, тёплая поверхность как самого скотча, так и поверхности, куда вы клеите. Ну и самое главное, вот прям как только наклеили, он свежий, хорошенько продавить вот так. И вот это вам долгосрочность будет скотча прилепленного. Если плохо прожмёте, как бы вы там не обезжиривали или чего, со временем где-то возможно какие-то пузырьки воздуха были не прожатые, там будет скапливаться пыль, он потом в этом месте начнёт весь отходить полностью. Поэтому всегда прожимайте по всей плоскости. О, он вообще крепко держится. За него тянул, на шкапот он гуляет. Да, отлично всё. А теперь хоть надеюсь в подкапотке будет хоть чуть-чуть, но почище. Самое что интересное, тут товарищ приезжал на Мерседесе. У него уплотнители все есть. А у него подкапотка грязнее, чем у меня. Я такой ещё такой смотрю. Ну как так-то, блин? Все уплотнители стоят, а подкапотка всё равно вся грязная. Так, ну и всё. Так, сейчас вам попробую камерой поближе показать. Как говорится, откуда, как я делал. Камера наведётся. Вот. Смотрим. Вот от герметика я сделал. Прямо от герметика вот этого капотного шов. Вот видно его. И вот полностью прошёл. Его весь. Камера резко с ней наводится. И вот сюда вот до герметика. Так же вот. Как раз. Потому что вот этот угол. Это уже вот капот идёт. Ну этот. Переход на ходовой огонь. А здесь родной уплотнитель стоит. Всё. И вот. Сделал я. А вот я про точки. Показывал. Этот. Кто он. Антикор. Тут вот. Получается. Только здесь не видно. Ну короче. Вот тут вот щель. Вот это вот фара. А это лонжерон. И тут щель из туда. Там. При обычной езде. Там всё закрыто. Там. Родной пластиковый подкрылок. Но его снимали. И антикорили. Всё под ним. Под подкрылком пластиковым. Вот получается. У него. Чуть-чуть. Промазали. Походу. В это отверстие. Брызнули. И вот на капот. Брызнуло. На белом. Хорошо видно. Да. И пофигу вообще. Они снаружи же попали. Хотя снаружи тоже попали. Там есть пару мест. Где. Зацепили. Ну вот. Где-то почти вдоль отверстия у меня получилось. Ну вот так вот. Аккуратненько. Всё вышло у меня. Всё делается в домашних условиях. Конечно. Кто. Не хочет сам заморачиваться. Можете обратиться на любой сервис. Как говорится. Привести им резинку. Сказать. Ребята. Вот вам. Сделайте. Всё будет зависеть от. Прямости рук. Как говорится. Есть такое. Слово грубое. Матершина. Ну. На ад. Вот. И дальше вы поняли. Некоторые делают. А есть нормальные механики. Которые. Всё хорошо сделают вам аккуратно. Цивильненько. Так же всё прогреют. Обезжирят. Аккуратненько. Как для себя. Ну. Чаще всего таких мало. Сейчас. Потому что. Везде. На сервисах поток. Народу. Клиентов много. Все зарабатывают деньги. Поэтому. А для себя. Тихонько. Не торопясь. Сам спокойно делаешь. Ну. Вот. Прямое видео было. Я только вот. На две минутки там. Отбежал. Паузу ставил на видео. Эту тряпочку смочить. По факту. Весь. Вот. Сколько потратила. Потратилось. Времени. У меня. Прилепить. Этот. Уплотнитель. Капота. Всё. Надеюсь. Кому-то видео помогло. Кто-то его. Воспользуется. Этой инструкцией. Как говорится. Так же защитит. Всё. А да. Самое главное. Сейчас. Посмотрим. Прилегание. Ну. Вот. Он вообще идеально. Прям. Кайф. Но. Сейчас. Вам покажу. Как оно ложится. Оно ложится. Вот. Чётко. Вот. Прямо за этой резинкой. Вот. Не на неё. А вот. 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 Прямо за этой резинкой. Вот. Вот. ровно по этому бортику по центру вот этого бортика и здесь опять вот так же вдоль резинки получается как бы это та родная это будет работать тоже резинка этот ложится за нее прямо вообще классно место я прям выбрал вообще классно поэтому вдруг кто будет вот ориентирует эти вот отверстия 3 здесь 3 и тут 3 вот чуть выше их ну чтобы у меня отверстия ну так где-то чуть-чуть резинка на них заходит маленько отверстие где-то четверть наверно вот этого отверстия скрыта резинкой основная часть открытая это примерно ориентир как я делал так ну все повторюсь надеюсь кому-то видео было полезно кто-то возможно сделает также все ищем на маркетплейсах в автомагазинах ссылки у меня не просим все легко находится уплотнитель капота универсальный для автомобиля все он даже не уплотнитель капота может как просто уплотнителем называться ну найдете там за цену за ку я вам взял какой-то 400 500 рублей самый простой самый дешевый и вот наклеил примерно он был 3 метра длиной грубо тут где-то около двух потребовалось так образно не замерял даже не буду замерить всем хорошего настроения все будет хорошо будьте немного добрее